Привет дорогие друзья! Во-первых, я бы хотел напомнить о петиции. На самом деле, каюсь, люди мне пишут, что типа Анатолий, вы так как бы бросили на полпути, и там на самом деле полпути, потому что нам необходимо собрать 25 тысяч подписей под этой петицией. И в первый же день, за полтора дня было собрано 12 тысяч, а потом застопорилось дело, потому что мы подзабили, подзабили, на самом деле это важно, потому что с помощью этой петиции и с помощью решения, которое вынуждает сделать Верховную Раду, там власть имущих, эта петиция, мы должны наказать тех, которые испортили праздник для миллионов украинцев. Представителей Украины теперь не будет на Евровидении, благодаря вот этим чинушам, подонкам этим, которые живут с ваших денег, питаются с ваших налогов, над вами же подсмеиваются. Поэтому я напоминаю, петиция, переходим, подписываем. И я понимаю, в чем дело. Ну, многие там деревяноголовые начали писать, о, ну это показатель, что тебя смотрят только боты, потому что реальных людей нет. Ну, тупоголовые всегда находят какое-то объяснение достаточно простым вещам. Простая вещь это лень, потому что необходимо зарегистрироваться для того, чтобы проголосовать. Так вот, не ленимся, друзья мои. Я сам ленился, и даже вас призываю подписывать петицию, я не шел и ее не подписывал, иначе я бы вам показал свою подпись. Да, это лень, матушка. Отложите свои дела, и давайте попытаемся в очередной раз наказать эту власть. Там мне говорили, что там начали голоса пропадать. Я не знаю, я не сторонник конспирологии. Давайте лучше просто будем подписывать ее, да и все, я буду напоминать. И опять-таки каюсь за то, что я подзабыл. Второй вопрос интересует Анатолий. Почему вы не даете вторую часть по тому, что происходит в штабе солидарности? В штабе Петра Порошенко, по сути, там создана полностью вся матрица для того, чтобы осуществлять подкуп избирателей. Это достаточно четко мы показали, продемонстрируем. Мы показали ту самую базу, да, мы показали, как проводятся тренинги, но не все мы показали. Конечно же, у нас есть вторая часть. Так вот, вторую часть, друзья мои, я не выдаю по объективным причинам. Эти причины очень серьезные. И я уверен, что мы сможем о них рассказать в самое ближайшее время. Рассказать, показать и все объяснить. Но, поверьте, дело государственной важности. Вот даже цитирую дословно. Дело государственной важности. Ну, а теперь Порошенко. Смотрите-ка, Петр Алексеевич решил, махнул рукой, знаете, и думает, дай-ка я дам интервью своему собственному телеканалу. Скрывать нет смысла, а, знаете, долой стыд. Все равно украинские журналисты вопросов не задают по поводу принадлежности прямого канала. Ни один дебил не верит в то, что он принадлежит бывшему представителю партии регионов. Добрый вечер. Матвей Витальевич, я вас чую. Давайте вспомним, какие вопросы предлагает задавать гонопольский президенту. Помните, мастер-класс даже он проводил для студентов и говорил, что Порошенко надо задавать такие вопросы, из которых он может спокойно выйти. Да, комфортно, чтобы ему было. Главное, комфортно. И вот он начинает задавать вопросы. Добрый вечер. Добрый вечер. Значит, звичайно, у меня до вас 585 тысяч вопросов. Это сразу же намек вам, тупоголовые, которые думают, что Порошенко виноват в том, что у вас маленькие зарплаты, маленькие пенсии, что у вас все хреново в жизни. Нет. Я сгадую, людина освещения, что, звичайно, питание по обороне, по зовнішней политике и те, и потому, что часто забывают, когда говорят про президента, про державоутворение. Он отвечает вот только за вышеперечисленные вещи, но не всегда. Иногда, когда открывается какая-то школа в селе, то Порошенко имеет к этому непосредственное отношение. Иногда дорогу где-то проложат, и там Порошенко, он тоже имеет к этому отношение. Маленький мостик через маленькую речку, и Порошенко уже там, он имеет к этому отношение. Но, если вдруг у вас с пенсией что-то не то, или мост обвалился, так Порошенко к этому отношения не имеет. И Гонопольский ограничивает себя этими вопросами. Про, там, внешнюю политику, армию. Вот я себя обмежу, и мои питания до вас будут только про это. Удобно. Что ж, удобно. Задавай вопрос, Матвей. Все свои. Как вы планируете вырешивать конфликт на Донбассе в разе своего повторного броня? У-у-у, какой вопрос, а какой вопрос. Острый, такой четкий, знаете, и на контрасте, опять-таки, с другими кандидатами, которые предлагают договариваться. Никаких договоренностей, а как вы будете решать? А вот так. Мы понимаем, что ключ от мира, ключ от мира находится не в Киеве. Понятно. Я, в общем-то, и к этому отношения не имею. Это если там Путин решит, все-таки, достать ключ от мира, то будет мир. А нет, так и нет. На нет и сюда нет. Следующий вопрос. Матвеюшка. Тут, на самом деле, интервью полчаса, но полезной информации две с половиной минуты. И только тот, кто боится, тот, который добывает света. Доступные вопросы, господин президент. В Конституции за вашей инициативой так и закрепили курс на евроинтеграцию, так вступ до НАТО. В Конституцию по вашей инициативе внесен курс на ЕС и НАТО. Может быть, мы забыли, поэтому я, Матвей Гонопольский, задавая вопрос, напоминаю просто нашим зрителям канала Порошенко о том, что это же Порошенко внес. Теперь мы движемся в ЕС и НАТО. Но для того, чтобы это сделать совсем уж таким гомерически невразумительным и абсолютно таким дегенеративно, вот чтобы это было, знаете, чтобы она влезла в электорату Порошенко. Я еще вот это скажу, что для меня ничего важнее, чем НАТО нет. Вы знаете, что особисто для меня ничего важливейшего за вступ в НАТО и ЕС нема. Слезы на глазах. Ну, может быть, чуть-чуть важнее зарплата в 60 тысяч долларов, получаемая на канале Порошенко. Ой, это неподтвержденная, конечно, информация. Слухи, слухи. По слухам, 60 тысяч долларов. 60 тысяч долларов каждый месяц. Ну и, конечно, это не Порошенковские деньги. Матвей, я могу лишь подтвердить, что ничего важливейшего для Украины, чем вступ в ЕС и НАТО, нема. Вот такой. Все, друг друга понимают с полуслова. Ничего важнее нет. А Матвей, это и есть Украина, можно так сказать. И подивиться, как люди живут, и какие в них стандарты жизни, заработка, платная, пенсии в краинах-членах Европейского Союза. Это я уже слышал, причем от Юценюка в свое время. Посмотрите, как в Европе живут. Там он пенсии, какие зарплаты, кто спорит? Кто с этим поспорит? Да никто с этим не поспорит. Только какое имеет отношение заявление Порошенко о том, что мы идем в Европу, к этим зарплатам, которые в Европе, никакого отношения не имеет абсолютно. Надважливейшей для Украины и надважливой складовой моей программы – борьба с бедностью. Борьба с бедностью, к этому Порошенко имеет отношение. Но к бедности он отношения не имеет. Он только борется с бедностью. А откуда взялась бедность? Конечно же, это предыдущие правители. И по барабану, что пять лет уже Порошенко у власти. По сути, наверное, дольше, чем у власти был Янукович. Да, да. Но все это прошлое. Наворотили, наворотили, знаете, и бедность. А я пришел, и я с ней только борюсь. Я к бедности отношения не имею. Не думайте, что это просто дебильная пропаганда. Это он за вопрос такой задает. Вопрос задает, ну и при этом всем напоминает, кто такой Порошенко. Если вдруг забыли. Чи відчуваете вы загрозу прямого вторгнения військ Российской Федерации на территории Украины? И друге, яка у нас армия зараз? Вот это вопрос. И главное, что выйти из него сухим, как бы из такого острого, мокрого вопроса, очень тяжело. Для Порошенко особенно. Ну что, я пропускаю, конечно же, рассказы о том, что армия была гола. Босса не накормлена. Не, ее и не было, по сути. Да я пришел, и ее построил. Ай, Матвеюшка, а я отрабатываю 60 тысяч. Молодец. Не просто не выключаются, а мы маем отримать порох сухим на подготовке зброю, для того, чтобы дать відсеч. Враг у ворот, он сейчас нападет, нападет. Если что, вы будьте готовы. А на крайняк, если что пойдет не так на выборах и фальсификации не сработают, объявлю военное положение, враг же у ворот. Армия починалася будивництво в 2014 году, навіть не с нуля, а с минусом. Ну, в принципе, это вы и сами знали. А борьба с бедностью как там? В своей программе, пане президенте, вы акцентуете увагу на боротьбе с бедностью. Опять борьба с бедностью. Я же опять-таки повторяю, Порошенко имеет отношение, и это сказал вот сам этот пропагандон гонопольский в самом начале, имеет отношение к внешней политике, к армии и там еще чему-то, да? Он не имеет к державотворению, он не имеет отношения к бедности. Но к борьбе с бедностью он отношение самое непосредственное, он борец с бедностью, которая возникла не из-за него. Президент страны борется с бедностью. А бедность откуда взялась? А как вы видите систему борьбы с бедностью? Систему? О, хороший тоже вопрос. И Порошенко опять заряжает спич на 14-15 минут. Мы опускаем это. Пане президенте, остальные короткие вопросы. И такой короткий вопрос. Так что там Укрооборонпром? Нагрели вы руки? Потому что мы же знаем, что ваша ленинская кузня продавала как раз таки комплектующие, которые оказывались бракованные, уже бывшие в употреблении. И таким образом просто списывались. Но вы-то деньги получали, и мы это знаем, потому что вы были владельцем. Не, я шучу, он не задаст такой вопрос. Вы руководитель силовых структур, как президент Украины. И Порошенко уже даешь даже уже написанные вопросы, да? Все должно быть четко. Оказывается, Порошенко руководитель силовых структур. В дупу шатался. Я просто хочу, чтобы вы поняли, что он спрашивает, да? Давайте разберем. Получили ли вы уверенность, ну там типа заверение от силовых структур, о чем? Это последний вопрос, вот этого вот позора, 30-минутного позора на канале Порошенко, в котором участвует сам Порошенко, да? Получили ли вы заверение, что Россия не вмешается в наши выборы? Хороший вопрос, правда? И отвечать на него можно долго и нудно. В принципе, что Порошенко и делал, и нам плевать, что он отвечает, потому что он отвечает всегда одно и то же. Судя по этой бесхитростной, дебильной, угловатой пропаганде, все-таки очень плохо у Порошенко. Очень плохо. Потому что на собственном канале запускать вот такой вот абсурд, да? Это уже показательно. Я вам хочу проанонсировать еще кое-что. Будет расследование. И это расследование мы переведем сразу же, я думаю, что в тот же день, как мы его выпустим. А я полагаю, что это будет сегодня на английский, на немецкий языки. Еще на два языка перевести. Вполне возможно, на французский. И мы донесем это расследование до всех европейских структур, имеющих отношение к тому, что будет в расследовании. Поверьте, это будет очень интересно и весьма неожиданно. А теперь подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Помните, в тренды нас уже не выводят. Пока. Это остаточный прощевай Радянскому Союзу и Российской империи. Это остаточный прощевай Радянский и Российской империи. Это остаточный прощевай Радянскому Союзу.